В принципе, пять парламентских фракций еще вчера объявили о своем намерении снять премьера и отправить правительство на скамейку запасных. Ривас отказался идти на поводу у бывших партнеров по коалиции, которые еще в понедельник потребовали от него подать в отставку. Процедуру вынесения вотума недоверия он использовал по полной. Ривас еще раз подчеркнул, что считает упреки в адрес кабинета министров необоснованными. Кроме того, он открыто обвинил соцдемов и Союз Отечества и Республика в том, что они предали правительство и лгали в том числе и ему лично. Он также повторил свои обвинения в повороте налево. В Эстонии всегда были стремившиеся к левому повороту люди, но 17 лет подряд правительство при участии партии реформ удерживали Эстонию на правом курсе, способствовавшим повышению благополучия людей. Совершенно очевидно, что объединившись с двумя левыми политическими силами, ИРЛ в дальнейшем будет делать принципиальные уступки в политике безопасности, экономике, гражданства и образования. Левая экономическая политика не приведет к ожидаемому росту. Напротив, высокие налоги отнимут значительную часть доходов каждого жителя Эстонии. По его словам, прежняя цель помочь русскоязычной молодежи лучше справляться с жизнью в эстонском обществе также окажется в левом правительстве под давлением. Дальнейшее обучение на эстонском языке в гимназической ступени подвергают сомнению как социал-демократы, так и центристская партия. Каждая уступка — часть общей картины, сказал Ривос. Новости Эстонии попросили прокомментировать последнее выступление уже бывшего премьера, главу фракции соцдемов Андреса Анвинса. В его ответах все-таки чувствовалось то, что немного все время пугают ИРЛ, что вы сейчас вступаете якобы в левое правительство и опять какие-то риски безопасности и так далее. То есть нажимают на, скажем, их слабость, что вдруг они все-таки будут ломаться. Практически сразу после вынесения вотума стало известно о том, что новые коалиционные переговоры уже начались. В них участвуют соцдемы, центристы и ИРЛ. Депутат от центристской партии Мартин Ряпинский подтвердил нам, что неофициальные консультации шли уже некоторое время. Это не секрет. Ведем переговоры сейчас, и это было доверено правлением партии Юрия Ратасу вести переговоры с социал-демократами и с ИРЛ. Конечно, эти переговоры не самые простые будут. С социал-демократами гораздо проще договориться. В ИРЛ есть некоторый страх, что якобы центристская партия — это рука Кремля и так далее. То есть, естественно, сейчас все наши конкуренты и противники, те, кто пытаются противостоять этой коалиции, естественно, они пытаются доказать ИРЛ, что так и есть, что, смотрите, вы заключаете договор с Кремлем. У президента Эстонии будет 14 дней для того, чтобы выбрать предложенного в ходе политических консультаций кандидата в премьер-министры, которому она поручит сформировать новое правительство. В свою очередь, у кандидата будет две недели на то, чтобы справиться с этой задачей. Состав нового кабинета он затем предложит парламенту на утверждение. После того, как Риги Когу даст кандидату в премьер и полномочия на формирование кабинета, он представит правительство также президенту, которая должна будет его утвердить в течение трех дней. До этого момента работу продолжит нынешнее правительство, однако министры не будут принимать важные решения.